друзья привет всем вчера курьер почты россии привез мне очень классную посылочку это салонные угольные фильтры которые мне рекомендовал один из зрителей моего youtube канала то есть по его рекомендации я заказал и решил сегодня для вас записать видео рассказать про эти фильтра рассказать вообще про угольные фильтра чем они лучше или хуже стоит их устанавливать не стоит в общем в сегодняшнем видео поговорю с вами о фильтрах и да для тех кто здесь впервые зовут меня ильдар мой канал посвящен моему кириллу x-line да и вообще авто тематики рад вас приветствовать если на канал еще не подписаны обязательно подписывайтесь у меня очень много интересного в общем давайте поговорим про фильтры смотрите вот такой угольный фильтр привез мне курьер заказал я сразу три штуки потому что три штуки это был самый экономный вариант у продавца также есть одна штука он подороже получается 5 штук 10 штук в общем самый экономный это 3 и 10 штук один вышел по моему 360 рублей то есть за одну штуку вот в этом комплекте в общем ссылочки в описании под видео перейдете посмотрите этот фильтр сразу скажу подходит на кириллу четвертого поколения кириллу x-line кириллу x hyundai solaris 2 и у продавца есть фильтра практически на все автомобили вот такие угольные так что на сам магазин продавца также ссылочку в описании оставлю вот мой простой фильтр который до этого стоял не угольный но он вот такой темный потому что он уже полгода в машине простоял на самом деле он просто должен быть беленьким цветом в общем давайте сравним этот с этим расскажу в чем вообще отличие для тех кто не знает вообще фильтр необходимо менять хотя бы я вот рекомендую салонный фильтр менять хотя бы раз в полгода если вы много ездите если вы по бездорожью по плохой дороге ездите где-то пыли у вас много в районе то менять надо еще чаще потому что этим воздухом вы дышите в машине то есть очень сильно это все влияет на ваше здоровье плохой фильтр смотрите что будет если долго не менять фильтр ну во первых у вас будет падение производительности климатической системы шум от печки может начаться запахи разные появляться начнут пыль начнет проникать вредные выхлопные газы которыми вы будете дышать в машине и во влажную погоду у вас начнут потеть стекла то есть если вдруг у вас начали потеть стекла раньше вы такого не замечали и начали потеть во важную погоду обязательно проверяйте салонный фильтр также плесень на фильтр у вас может образоваться если вы долго его менять не будете представляете потом вся эта плесень к вам в салон внутрь полетит и вы ей будете дышать поэтому фильтр проверяйте в чем разница между простым фильтром и угольным в простом фильтре абсорбирующий материал то есть из чего он изготовлен это как правило синтетика либо полипропилен в общем синтетически такие материалы и такой фильтр задерживает в основном только пыль насекомых различных и по идее все здесь же в угольном фильтре его многие называют еще пропитанный углем то есть многие считают что от него толку нету но я сейчас вам расскажу что есть от него толк почему есть ток в общем вот это угольный фильтр здесь внутри частички активированного угля находятся конечно здесь его мало многие напишут что здесь должно быть миллиметров 7 толщиной угля чтобы он нормально работал но скажу я вам это уже будет какой-то противогаз такой фильтр тоже работает я не первый раз покупаю угольные фильтры на прошлом рио своем я в основном пользовался угольными фильтрами и здесь смотрите этот фильтр за счет того что в нем уголь а противогаза как вы знаете тоже в противогазах фильтрах находится уголь в общем этот фильтр задерживает не только пыль и насекомых он также задерживает больше вредных веществ задерживает запахи выхлопных газов и то есть помогает вам дышать в машине свободнее то есть не будет у вас разных посторонних запахов но на самом деле хватает его наверное месяца на два то есть вот я замечал ставишь такой фильтр месяца два до запахов посторонних нету через два месяца уже у него свойства теряется и он начинает так же как и вот этот пропускать посторонние запахи вот сейчас весной как раз таки кстати актуален такой фильтр потому что многие наверное замечали что у нас на кирилле не только на кирилле по весне когда снег тает вот этот вся грязь все вот эти химвещества которые на снегу были которые зимой которыми посыпали снег все это тает попадает на выхлопной коллектор и получается запах ужасный проникает в салон через воздухозаборники проникает в салон и вы этим запахом дышите я кстати про это снимал видео про называется запах горелого масла оставлю ссылочку на него в описании под этим видео рекомендую посмотреть в общем смотрите вчера я вот этот фильтр уже один установил он у меня стоит и реально заметил что запаха сейчас у меня нету вот с этим фильтром последние дни у меня начал опять запах появляется потому что талая вот эта вода снежная начала попадать на коллектор поставил вот этот фильтр вчера сутки можно сказать покатался день запаха пока нет на 2-3 месяца в общем его хватит потом он также начнет уже запахи пропускать но я как правило каждые полгода фильтра меняю поэтому по цене кстати вот этот фильтр даже дешевле чем вот этот то есть он и стоит недорого я рекомендую именно вот такой покупать почему уголь вообще задерживает это все на самом деле уголь очень пористый материал и представляете вот интересный факт площадь поверхности одного грамма угля за счет его пор может достигать двух тысяч метров квадратных то есть представляете до 2000 квадратных метров в одном грамме и даже выше за счет вот этих вот пор за счет увеличенной площади поверхности как раз таки такой фильтр и задерживает больше вредных веществ кстати смотрите вот сейчас только заметил какой здесь жучара лежит давайте сейчас покажу фильтр который у меня вот он уже в машине стоит смотрите какая у него машина грязная но не вижу смысла сейчас ее мыть все тает да я вам больше хочу что показать смотрите как удобно у меня меняется фильтр после того как я сделал подсветку бардачка как все хорошо видно сейчас бардачок откинем вот как отлично все видно с подсветочкой и сейчас я вам покажу фильтр вот у меня пожалуйста угольный фильтр стоит уже новенький к чему я это все так тому что если вам интересно и вы не видели видео как сделать подсветку бардачка в кириллу в honda solaris посмотрите у меня на канале есть видео в общем как сделать подсветку у этих двух фильтров даже разница весь есть если этот фильтр такой прям легенький легенький то этот весит ну раза в полтора наверное тяжелее именно за счет того что у него есть вкрапление активированного угля какие выводы а выводы такие что угольный фильтр все-таки больше задерживает вот этих различных вредных веществ выхлопных газов неприятных запахов поэтому я рекомендую все таки ставить вот такой угольный фильтр кто-то сейчас напишет что это просто угольная пропитка что толку от него нету но я еще раз повторю я с угольными фильтрами ездил на прошлом риву еще и реально прям замечал что запаха меньше а сейчас вот те дни я катался с этим фильтром запах был вот этой вони горелый от коллектора установил этот фильтр запаха пока нету хочу сказать кстати огромное спасибо андрею зрителю моего канала который мне эти фильтра порекомендовал и про доставку я уже не помню сказал вам или нет в общем доставка заняла всего лишь пять дней представляете то есть я заказал ну со склада в москве и через пять дней уже курьер почты россии мне позвонил встретились мы с ним и он не передал эти фильтра друзья прошу вас в комментариях обязательно написать как часто вы меняете салонный фильтр в своем автомобиле меняете ли вы вообще его может быть вы забили и не меняете его ставили ли вы угольный фильтр понравился он вам не понравился почему понравился почему не понравился какой фильтр вы используете то есть какой фирмы какой бы вы порекомендовали в общем пишите обязательно ваши комментарии я каждый комментарий читаю каждый комментарий ценю люблю с вами пообщаться Люблю на ваши комментарии отвечать Если у вас вдруг тоже есть что-то интересное Что можно заказать Для нашего автомобиля Обязательно ВКонтакте мне скидывайте ссылочку Посмотрю, возможно закажу И видео сниму И кстати, ребята, обязательно вступайте В мою группу ВКонтакте Потому что там, в этой группе Я периодически публикую различные промо-коды И скидки для покупок на Алиэкспрессе Если будете что-то на Алиэкспрессе заказывать То, используя промо-код Сможете получить хорошую скидку Поэтому вступайте в группу ВКонтакте Ссылочку на нее в описании под видео Также прикреплю Ну а если этот ролик вам был полезен и понравился Ставьте палец вверх Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны Впереди много интересного и полезного Всем удачи, пока-пока